здравствуйте дорогие друзья с вами сегодня михаил добро пожаловать на наш канал и у нас сегодня продолжение наших находок из винтажной лавки и хочу вам показать сразу украшение лариат для меня это тоже была такая новинка новость мне регина подсказала что это украшение лариат за счет того что но не бывают разных таких видов в данный момент за счет вот этих подвесочек очень красивые они мне напомнили посмотреть как какие-то ягодки такие бусинки сам так называемый кулончик так его назовем с красивым цветом таким кабошоном и в такой оправе цепочкой видите идут тоже такие бусинки сама цепочка такой замочек карабин и дополнительная цепочка без маркировки да и еще один лариат здесь он уже видите на немножко наоборот здесь кулон и вот на этом промежутке видите вот это лариат до считается тоже интересно украшение украшение на кулончик ромба видно с узором до серебряный тон интересные такие узор интересно так здесь у нас идет кольцо и выходит такая же сама цепочка а здесь как проставочные таких камешки что ли бусинки да интересно тоже замочек карабин имеется маркировка на пье да компания на пье да и такое колье нам попалась в этот раз в прошлом посмотрите какая она красивая я еще смеюсь вспомнил фильм когда сам в детстве смотрел там крестоносцы там ох кольчушка коротка смешно всегда когда такие изделия вижу вспоминая это кино напомнила мне кольчушку кольчугу да да и вот вы посмотрите пожалуйста энд клейн клейн маркировка довольно известная наслухована да арина мне подсказала что у них лаганет от лев мордочка льва них да такой у них логотип и компания выпускает не только украшения не выпускают и сумки одежду и по-моему они работают открыты до сих пор это компания чуток вполне симпатичные изделия да как мы видим в этот раз нам повезло с украшениями на шее то есть бусы колье и вот еще одни это у нас натуральные камни не холодные на ощупь разные все они видите цвета очень красивые округлые бусины напоминают янтарь может это не янтарь не янтарь под янтарь да и здесь какое же у нас крепление сейчас покажу где-то я его видел где на вот она да бывают такие на магнитах а это у нас такой завинчивающийся элемент так они открываются и закрываются очень красивые да еще одни бусы они уже немножко длиннее предыдущих здесь немножечко надо так понимаю сделать такой небольшой ремонт укрепить на колечко потому что слетела с карабина этого тут такое ощущение что-то в перемешку натуральные камни со стеклом но тем не менее тоже очень эффект красивый бусины такие красивые да красивые разные такие они как треугольные да да очень красивые действительно бусы тоже и еще одно колье возможно даже это как чокер идет у нас под шею не знаю чем-то она понравилась такой здесь идет узор до черненый металл до цепочка с якорным плетением здесь интересный такой видите крючок замок обычно такие в старину использовали но не знаю а мне кажется это не очень уж глубоко винтажное изделие не думаю так и еще одно колье уже другое совсем форма необычная она уже тем здесь идет такой как кулон видите у кулона два крепления имеются да вот эти птички мне уже подсказала регина здесь птички говорит я их и не увидел поначалу поэтому мне понравилось да у меня интереса не вызвало это изделие здесь кулон если не боюсь не ошибаюсь если это люцид в такую крапинку я вспомнил мультфильм сразу как это тайна третьей планеты хотите его стукну и он станет фиолетовый в крапинку по моему так ну мне было интересно этот мультфильм смотреть у тебя не про мультики канал хорошо хорошо ну если что-то вспомнил интересное могу тоже сказать почему нет да и себя и тебя и людей зрители наши да здесь как бы я смотрю может быть это родивое покрытие хорошо сохранность до цепочка идет в виде трубочек звенья и здесь замок я сначала даже не понял думал чего-то здесь и не хватает да нет всего хватает такой вот здесь замочек нет маркировки здесь нет да и несколько украшений из янтаря нам попались тоже такие бусы тут я не знаю если получится их на свету ведь они так белесый цвет имеют какой-то интересный цвет приобретают но это точно я думаю антарь да видно видно изменение цвета так ну и давайте его рассмотрим поближе тоже вы посмотрите какие они все разной формы разной величины эти бусинки да вот замок интересно здесь тоже завинчивающийся элемент ну в принципе очень красиво да еще и кому-то вроде я так понимаю еще и полезно носить даже янтарь у кого щитовидная проблема железа да интересно да еще много попалось нам а это скорее всего был браслет да одна часть скорее всего браслет рассыпался но это тоже по моему до янтарь тут вроде регина проверяла и я что-то фонарик барахлить немножко контакт тоже белесый цвет такой приобретает да ну его лучше рассматривать конечно когда больше не такая темно до эффект гораздо лучше здесь обратите внимание какие они янтарь красив тем что какие-то вкрапления в нем я как-то не пойму это точно настоящий янтарь да ты проверяла что это такие интересные если это природное вкрапление что это такое очень красиво смотрится загадочно как-то прямо да видите вот эти отверстия были это звенья браслета да сейчас попробую еще раз это продемонстрировать в тени вот ладошку я возьму видно что меняет цвет такой белесый да и следующая наша находка тоже янтарь сейчас попробую да ну да конечно когда темно лучше видно и вот тоже посмотрите какие симпатичные бусы и здесь такие идут треугольнички каких-то можно назвать их как флажочки такие дополнение ой здесь обломилась что-то я понял да немножко да я так и понимаю так наоборот это да поставил вот так она красиво смотрится на цепочке а да цепочку тоненькая тонкая-тонкая мне кажется кто-то перенесывал неудачно неудачно да почему неудачно ну как-то шпрингельный замочек да есть маркировка на нем а маркировка простая в смысле не маркировка компания просто 12 карат покрытие золотом ну и так он открывается очень симпатичные бусики и еще одни изделия у нас из янтаря сейчас попробуем вот так вот эффект эффект такой желтковый интерес белюс и таких крупные они посмотрите как виноградины такие огромные на швензах то красивые серьги серьги на швензах да прям я смотрю с янтарем нам в этот раз тоже повезло так а это у нас изделие такая рыбка даже две я так понимаю это тоже швенза наверное крепление очень такое необычное необычное она одна была одиночная мы сделали такое предположение что это экспорт на Китай ну очень красивая работа внутри мы увидели маркировку там глубине изделия silver написано silver такие две рыбешки да и такой вот нам попался браслет я честно говоря брать его не хотел или ты не хотел или мы оба не хотели но когда я увидел маркировку все-таки говорю ну давай все-таки возьмем маркировка же есть абсолютно ни о чем так он открывается компания до уплы до плейс до плейс так он открывается в золотом тоне оправа да и что я хотел я хотел немножечко тут рассказать да история высококачественных украшений и оригинального дизайна до плейс началась в 1978 году выпускаемые небольшими коллекциями эти украшения редки и популярны среди коллекционеров и любителей винтажной бижутерии компания основана кэрол доплес в 1978 году существует и продолжает производить украшения по сей день примечательно что кэрол доплес долгое время работала с мирием хаскелл с 1959 по 1978 год такая интересная у них история и браслеты думаю взяли не зря пусть будет в коллекции а теперь у нас пошли броши это первая брошь в этом обзоре такой ну несомненно такой прекрасный такой цветочек лепесточки тычинки там смотрите я так понимаю это техника гильош и обратите внимание что серединка листочка более синее покрытие какое-то а тут такой более такой нежно голубое в золотой оправе в золотом тоне оправа идет скажи это эмаль да вот и обратная сторона не сказали гильош только покрыта эмалью да покрыта эмалью очень красиво посмотрите подвесная иголочка хорошего такого высокого качества крепления иголочки есть маркировка такая какая-то форма М непонятно может кто-то и знает я так первый раз вижу и брашировка по металлу с обратной стороны я считаю нам тоже повезло приобрести такую брошь в виде цветочков великолепная красота на обратной стороне обратите внимание на стебелечки я увидел маркировку стерлинг брошь серебряная посмотрите на эту иголочку крепление я так думаю что брошь наверное даже ближе к антихварной уже относится очень прекрасная брошь вот это я считаю неплохая находка брошь в виде цветочка довольно крупная она на пол ладошки да видите пол ладони занимает прям выпуклая такая очень красивая да посмотрите выпуклая крупная я так понял я так понял видел рассматривал состояние хорошее потери на ней нет да и самое интересное то что на обратной стороне мы увидели маркировку от компании селини и по-моему это у нас одна тут с маркировкой компании селини но есть еще сейчас вам покажу регина считает да это было когда-то когда-то в обзорах мы когда-то на эстецели купили она считает что у селини много было таких изделий но на этой на этих изделиях маркировки нет это сет да это такой сет мы однажды на гараже эстецели приобрели а это мы купили в антикварном магазине да это японские такие божества если не ошибаюсь отдельно мы купили а вот эта голова брошь тоже наверное какое-то божество у них там были бог радости по-моему бог счастья здоровья финансов что-то такое всякое интересное я сначала подумал что это какие-то цари какие-то японские китайские но я ошибся да такие божества каждое божество каждое лицо что-то оно как бы символизирует символизирует да ну утверждать то что это селини я не могу потому что здесь я не вижу маркировки но у него такие же да 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 и кстати селини это пол селенджер оказывается оказывается он эмигрировал из Одессы из Одессы в 1911 году родился родился в семье обычного портного уехали они переехали в Америку и в Нью-Йорк в 1927 году как раз в Америке началась Великая депрессия и их устроил к себе на работу в ювелирный магазин его дядя так они с сестрой устроились там на работу и работали потом он в 1942-1900 стал гражданином и пошел в армию служил пехотинцем там какая-то богатая у него послужный такой список и где-то в Японии он служил по-моему в Северной Африке аж в 1948 году в гражданской жизни пришел так сказать и у него много очень интересный такой дизайнер необычный классный у него изделие одним словом открыл он по-моему в 60-е 70-е годы да и вот эта Селенджер компания пришлась на 1950-е 1970-е годы там по-моему какая-то компания еще перекупила или я так понял ну Селени это люксовая компания да и открыта она была в 60-е годы в 50-е в 60-е а в 60-е именно эта маркировка по-моему ставилась в 60-е годы в 60-е годы ну интересно но он поздно женился и детей у него не было да и передать некому был и он умер в 70-е годы в 90-ом году прошлого века в 79 по-моему летом да ну такая история у него надеюсь вам было интересно ну я тоже на этом дорогие друзья наш обзор подошел концу я хочу вас поблагодарить за просмотр за поставленные лайки за подписку на наш канал всего вам доброго и до новых встреч но уже новое и ну ну да